Привет, друзья, с вами Странник, и это очередная халява от Epic Games. На этой неделе нам отдают целых две игры, Dead by Daylight и Wild Ruler. И не забывайте, у нас есть лишь неделя, чтобы забрать их бесплатно. Да, и перед тем, как мы перейдем к играм, хотел попросить тебя подписаться на канал. Это совершенно бесплатно, а мне очень поможет. Нажми эту красную кнопку под видео. Большое тебе спасибо. Переходим к игре. Dead by Daylight – это многопольская игра в жанре ужасов в режиме 4 против 1, где один игрок берет на себя роль жесткого убийцы, а четыре других игрока являются выжившими, пытающимися сбежать от убийцы. Данная игра имеет две основные роли, которые противостоят друг другу, убийцы и выжившие. При игре за убийцу ваша основная задача будет являться жертвоприношение сущности. В сущности, это такая штука, которая генерирует все эти локации. Да, локации тут похожие, но генерируются рандомно. Для того, чтобы совершить жертвоприношение, вам будет необходимо найти вашу жертву. Далее начнется погоня, в ходе которой нужно догнать выжившего и нанести ему несколько ударов, чтобы перевести жертву в состояние присмерти. Стандартное количество два удара. Первый удар переводит здоровье выжившего в состояние ранен, а второй в состояние присмерти. После поимки выжившего убийцы необходимо взять его на плечо и перенести на крюк, где жертве необходимо пройти три стадии, после чего он будет принесен в жертву. Это стадии попытки сбежать с крюка. Ваша жертва может быть спасена и другими выжившими. Тогда при следующем повешивании жертвы на крюке, она сразу перейдет на следующую стадию жертвоприношения. Для победы необходимо перенести в жертву четырех выживших, то есть чтобы каждый прошел по три стадии. По логике разработчиков победа начинается с двух жертвоприношений, но вы ведь тоже считаете, что двое сбежавших это ни в какие ворота не лезет? Есть разные виды убийц, и каждый имеет свои уникальные способности. Так что если вам не подошел один, то всегда можно попробовать на другом, найти того, кто вам понравится. Правда все они открываются при покупке DLC, но стандартного набора вполне хватает понять, нужно вам это или нет. Играя за выжившего, вы появляетесь на карте, у вас 4 человека. Главная задача ваша починить 5 генераторов, находящихся на карте, которые откроют ворота для побега с этой территории. Починка генератора длится долго, при стандартных условиях 80 секунд, если вы чините генератор в одиночку. Но чем больше будет чинить выживших один генератор, тем быстрее будет идти починка. Также есть различные инструменты, навыки, что ускоряет это. После починки всех генераторов начинают открываться ворота. Открываются они не мгновенно, и есть различные навыки у убийцы, которые замедляют это, а у выживших, которые ускоряют открытие ворота. После того, как они откроются, вам необходимо от них сбежать, и тогда будет произведен побег. Если же вас повесили на круг, вы можете попытаться спастись, или же вас могут спасти товарищи. Спасение с круга происходит 3 секунды. Для того, чтобы совершить это действие, вам будет необходимо подойти к повешенному союзнику и зажать кнопку спасения, после чего начнется анимация, и выживший будет освобожден в состоянии ранен. То есть, если его нагонит маньяк, то ему потребуется всего лишь один удар, но для этого есть разные возможности восстановить все хп. Делать это нужно. Во-первых, это повысит ваши шансы на выживание, а также за каждое спасение или какое-то положительное действие, вы получаете больше очков для прокачки. Переходим ко второй игре. Wild Rule Learn. Простенькая игра-гололомка, заявлена как образовательная, и позволяет вам узнать о том, как работает машинное обучение и связанные с ним области знаний. В этой игре вы окажетесь в роли программиста, который неожиданно узнал, что его код гораздо лучше разбирается в компьютерах, чем он сам, но при этом не очень-то и разбирается в человеческом языке. Теперь этот программист, то есть мы, должны всесторонне освоить машинное обучение и с помощью визуального программирования создать систему переводчик с кошачьего на человеческий. Забавное начало. Игра основана на реально применяемых принципах машинного обучения, так заявляют разработчики. Не пугайтесь, это все еще выглядит и играется как забавная головоломка. Опыт в программировании не требуется. Перетаскивайте объекты по экрану мышкой, соединяйте их линиями, пытайтесь, терпите крах, оптимизируйте, пытайтесь с новым, затем нажимайте кнопку релиз и наблюдайте, как все данные встроенными рядами переплывают по вашему экрану. Чтобы создать прорывную технологию понадобится время, опыт и деньги. А это значит, что придется подрабатывать фрилансером и почувствовать на себе все тяготы и лишения этой жизни. Получайте имейлы, принимайте задания, сидите целыми днями в темной комнате в полном молчании. Как только начнете зарабатывать стабильные деньги, настанет время закупаться мощнейшим оборудованием, чтобы ваши схемы просто летали. Да, есть такие моменты, где без покупки определенного оборудования вы просто в принципе не сможете пройти уровень. Но не одним железом сыт программист. Купите новый смартфон или гиковскую фигурку. Купите котику классный костюм. Черт, да вы даже можете купить себе настоящий кустик алоэ, но куда же без него. Подложу итоги. Визуальная часть игры Wild Reload сделана неплохо, но сама игра явно хотела получить какие-то награды не заслуживая того. Это обычная игра головоломка, причем даже не сильно замороченная. Есть три фигуры и три цвета. Единственное, с чем нужно разобраться, это то, какие блоки существуют. А вся ее образовательность заключается в том, что по мере прохождения сюжета есть исторические справки про машинный язык. Пройдя игру, вы и близко не освоите, как работает машинное обучение. Да и сами головоломки через час-два надоедают своей однообразности. Их сложность увеличивается не вверх, а вширь. Сначала добавить объекты в один контейнер, потом в два. А дальше, о боже, в три разных контейнера. В общем, если давно не играли в какие-то головоломки, то можно потратить час-два вечерком. Но дальше скорее всего надоедает однообразие. И останутся только те, кто захочет получить достижение. Или же из принципа дойти до конца. А судя по достижениям Steam, таких людей единицы. Так еще и непонятно, прошли они и получили это достижение, или воспользовались софтом. В общем, забираем для коллекции, но скорее всего даже устанавливать не будем. Вторая же игра, Dead by Daylight, это наверное лучший и единственный проект в своем жанре. Возможно одно вытекает из другого, но поначалу будет трудно. Пока будете разбираться во всех механиках, но как только разберетесь, то будете кайфовать. Это тот проект, который можно вечерком катануть пару каток и пойти заниматься своими делами. Без постоянного гринда или чего-то подобного. Я не буду говорить про дисбаланс или про баги, они везде присутствуют. Но про что хочу сказать, так это все-таки соревновательный проект. И изменение баланса так или иначе нужен. Из-за этого от патча к патчу меняется и стратегия в игре, что добавляет разнообразие. А также хочется заметить, что игра продолжает развиваться. Часто выходят новые патчи, исправления и дополнения. В игре много разных событий и добавляются различные персонажи. Но конечно же за денежку. Но если вам игра понравилась и доставляет удовольствие, почему бы и не поддержать разработчиков, а себе получить нового интересного персонажа. Но базовых вариантов вполне хватает, чтобы все попробовать и понять. Если же у вас есть компания друзей, то вы точно от души сможете повеселиться и даже помучать маньяка. В общем жанр на любителя, но если вам нравятся соревновательные игры, забираем и пробуем. А, да, судя по отзывам людей, за маньяка поиграть еще та проблема, долго будет искаться игра. Но возможно раздача в эпике немного исправит этот момент. На этом у меня все. Хочу сказать, все что я говорю это лично мое мнение и оно не единственное верное. Если вы считаете по другому, буду рад прочитать ваше мнение в комментариях. Также его увидят и другие люди и могут изменить свое решение. Не забывайте подписываться на канал, так вы точно не пропустите новую раздачу. А также я прохожу различные игры на канале, можете тоже глянуть. Всем удачки, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok